Диссидент я, диссидент. Какой же я урод. Как и женщина с зелеными волосами. Тебе ноги переломают в Москве. Я нет. Я ее переломаю. Мой муж бывший алкоголик, мой сын бывший наркоман. У меня марихуана не действует вообще. Крым не наш. Свобода эта очень ответственная. Что с ней делать-то? Марьяша, я сейчас тебя нашлепаю. Я хочу сразу вас предупредить, что я человек, который будет задавать максимально такие глупые, примитивные вопросы. Задавайте их громко. Да, я вот здесь для этого сижу. Как бы вы объяснили современным подросткам слово «диссидент»? Какой вы мне хороший вопрос задали. Да. Ну, в наше советское время было совершенно понятно, что это такое. Хотя надо сказать, что сегодня, уже анализируя прошедшее время, мы забываем о том, что диссиденты были очень разные. Их были религиозные диссиденты. Были коммунистические, те, для которых в проблеме марксизма были там свои, так сказать, заморочки. И там были, они были более коммунисты, чем, скажем, власть. Были, ну, самого разного толка, понимаете? Поэтому это просто на самом деле каждый самостоятельно думающий человек и пытающийся сделать сам выводы о происходящем. Его можно назвать диссидентом, потому что он думает иначе, чем полагающаяся доктрина, предписываемая сегодня. Я думаю, что сегодня этот диссидент, к сожалению, это человек, который не готов поддерживать все сигналы власти, а пропускает их через свою голову. Что-то я поддержу, а что-то я не поддержу. Я, скажем, не могу поддержать, скажем, аннексии Крыма. Просто по той причине, что я... У меня бабушкины сестры жили в Крыму, и я ездила с ранних лет в Крым, я Крым очень люблю. У Крыма есть одна очень важная проблема. Он высыхает. Там плохо с водой. При советской власти они ничего не делали для того, чтобы воду туда запустить. Потом пришла украинская, так сказать, власть. Они точно так же ничего не делали. Потом появились татары. Потом я приехал через несколько лет, турецкий базар, забетонированная река, Учинсу, моем любимом судаке, забетонировали русло, поставили там эти бетонные домики. И тогда я себе сказала, власть может быть какая угодная, она не должна быть варварской. Диссидент я диссидент. Да, диссидент. Я не считаю, что это была правильная акция, так сказать, с зелеными человечками. Хотя, должна вам сказать, поскольку я хорошо знаю Крым и знаю достаточно новых крымчан, довольно много людей из тех, кого я знала, были рады, когда пришли русские. В связи с тем, что вот 90% все-таки... Это я про то, что я диссидент. Да. Сейчас вернемся. Просто одна маленькая ремарка. 90% крымчан поддерживают Владимира Владимировича и всю эту линию партии. Как вы считаете, что если вдруг придет правитель, который все-таки захочет думать так же, как вы, и говорит, что Крым не наш, у него есть выход из этой ситуации? Вы знаете, я думаю, что очень многие крупные шаги политические последнего 20-летия, они таковы, что потом очень много потребуется лет для того, чтобы выйти из этих ситуаций. Потому что они были очень неосторожно и непредусмотрительно сделаны. Нарушение отношений с Украиной кошмарное, катастрофическое. Понимаете, при том, что какая, может быть, вражда, мы, не знаю... Я училась в университете, это были годы 60-е. И у нас на курсе учились, ну, в общежитии, кореянка из Ташкента, латыш из Сухуми, чеченец, индонезийская была девочка, два кубинца у нас были в Грунте. Это был абсолютный интеллектуальный интернационал, потому что мы были друг другу интересны. Дети были достаточно образованные, молодые, но ничего этого не было. Потому что мы все, на самом деле, дети одной планеты. И, кроме того, именно в последнее десятилетие стала очевидна одна чрезвычайно важная и интересная вещь. Мы живем сегодня в мире, в котором существует планетарный продукт. Мы идем в аптеку, мы покупаем самое последнее, самое лучшее лекарство. Это лекарство сделано в одной из пяти или десяти лабораторий мира. В этих лабораториях, я была в таких лабораториях, сидят люди из Америки, Англии, России, Израиля, Китая, Япония, индусы там же, вижу. Это сидят люди, у которых самые лучшие мозги, они самые лучшие химики, и они сделали самое лучшее лекарство для мира. И таких продуктов делается все больше. Точно так же работает банковское дело, которое сделалось международным. Про искусство я даже не говорю. Музыка, изобразительное искусство, они принципиально общий язык мировой. И понимаете, вот в этой ситуации настаивать на имперском, национальном каком-то приоритете, мы лучше или мы хуже, это не видеть очевидного факта, что мир на самом деле работает совершенно по-другому, он движется в другую сторону. И вот эти вот ребята, которых я вижу где угодно, и из России, кстати говоря, это значит сильно отставать. Ну да, ну да, ну да. Эта лаборатория могла быть и у нас. К сожалению, наше Сколково ничего не произвело. Хотя по жанру это вот задумано именно так, как задумана была Силиконовая долина. Ну я была в Силиконовой долине, я была в Стэнфордском университете, я там немножко пожила, посмотрела. Это ошеломляюще. Они давали пять тысяч долларов студенту, стартап, чтобы он начал свой маленький проект. Вот из этих в гараже, сделанных на коленке стартапов, произошли абсолютно грандиозные и великие всемирные планетарные вещи. Потому что из ста этих студентов два гениальных производили продукт. Тот самый, в котором все мы нуждаемся. Поэтому когда... Да, диссидент, диссидент. Поэтому когда говорят о том, что мы сейчас ответим злым иностранцам тем, что мы запретим ввозить их лекарства, у меня просто волосы на голове шевелятся. Чем они думают? Мы должны об этом думать. Потому что если мы не будем об этом думать, то мы действительно будем третьим миром. Мы туда просто... Все идут в одном направлении, а мы идем в другом, и при этом говорим все в порядке, правильно. Ну нельзя так. А когда вас первый раз назвали диссидентом? А я не помню. Я не помню. Я как-то себя очень хорошо в этой роли чувствовала. Моя подруга была Наташа Гарбаневская, которая вышла на Красную площадь в 68-м году, когда наши войска ввели в Чехословакию. И как бы я... Я, конечно, с ней не пошла, и не пошла бы. Меня и в Москве в этот момент не было. Но просто я хочу сказать, что я испытывала всегда к нему интерес. Был период такой самоздата, очень напряженного, и мы все очень много читали. И в какой-то момент нас заловили на этом чтении, потому что у меня была пишущая машинка, и там что-то перепечатывали, какие-то стихи там. У нас было пять человек молодых таких биологов, нас закрыли. И, собственно говоря, с тех пор закончилась моя очень недолгая биологическая жизнь. Хотя я по-прежнему считаю, что это самая интересная профессия, которая только может быть. Вы помните, как у вас забирали эту машинку? Вошли вот кто, куда? Как это было? Нет, нет, нет. Было это так. Дело в том, что мы эту машинку отдали машинистке. Потому что я сама такие большие тексты не печатала. То есть вы отдали вот это перепечатать? Я отдала машинку и рукопись. Вот. И у нее забрали машинку. Там у нее какой-то в квартире был дядька, который стукнул. И пришли и забрали у нее. Честно говоря, у меня нет уверенности в том, что не сама она отнесла. К вам-то когда постучались? А ко мне не пришли. Нас просто вызвали. Мы пришли на работу. Нас сгребли, всех отвезли в управление районное КГБ. И мы с нами там побеседовали. Не, ну вы сейчас так рассказываете. Вы же сидели на работе, заходят люди. Ну я пришла на работу, мне говорят, так, пожалуйста, первый отдел. Сажают в машину и увозят. Ваши мысли в этот момент? Я должна вам сказать, что это был на самом деле триумфальный час наш. Потому что нас было пятеро. И все пятеро говорили, это мое, это я. Нет, нет, это я вина. Это мое. Нет, нет. Дорогие, любимые друзья вообще. Ни один мне сказал, я тут ни при чем. Это вот, это не я, это не один. Нет, это был очень интересный опыт. Он счастливо закончился, потому что все-таки была еще семидесятая статья, за которую от пяти до семи лет за хранение и распространение. И мы под нее в аккурат попадали. Вот. Но, видимо, это был ноябрь. Наверное, может, план уже выполнили. Может быть, мы показались такими идиотами, а мы, конечно, были идиоты полные, вот, что решили, что с нами даже и связываться не надо. Хотя других идиотов сажали за это же самое. И поэтому у меня такое отношение священное к чтению с тех пор, потому что так как наше поколение ценило книгу, вот это чтение того времени, так ни одно поколение не было, ни в одной стране не было и не будет этого. Потому что, когда тебе книгу дают Солженицын, там, ходил по рукам на ночь, и вы по листочкам его передаете с рук на руки и сидит компания и читает «Архипелаг ГУЛАГ», а потом 91-й год, 92-й, он лежит на всех перекрестках, во всех переходах метро, он никому не нужен. И никто не читает, да. Он никому не нужен. И это потрясающе. Книги, за которые мы там рисковали, носились, деньги платили, бешеные, студенческую стипендию вот так вот махом отдавал. А как вы думаете, такая ситуация может повториться? Потому что политика вмешивается в культуру. Нет? Интернет. Интернет. Это абсолютно новый мир. Это то, чего невозможно было вообразить. Понимаете, вот скорость передачи информации, она абсолютно немыслима. Это, я говорю, что этот рубеж между прошлым и настоящим никогда не был столь ощутимым, как то, что мы пережили вот в начале 21 века. Конечно, нет-нет. Подумайте, ну, происходит где-то взрыв в Уганде или в Сирии, через три минуты весь мир знает. в Уганде. Телеграм? Телеграм не пользуюсь. Вообще, никакими сетями я социальными не пользуюсь по той причине, что сжирают безумно много времени. Мы бы вас почитали, Милогин, заведите блог. Нет-нет, я человек увлекающийся, поэтому я воткнусь, и потом я смотрю уже три часа ночи. Как и все мы. Поэтому я просто боюсь, честно говоря, я собой не владею. Хочу поговорить о дневниках вашего, собственно, деда. Действительно, в 2011 году вы вдруг открыли сундук? Все как в книге, он стоял на балконе? Это было на самом деле не вдруг, потому что после смерти бабушки, это 70-е годы, конец 70-х, после... Нет, раньше, 71-й, вот, остался действительно этот сундук. Все правда, все так и было. И у меня от этого сгнившего сундука остались только... Сохранилось только то, что было завернуто в эту больничную клеенку. Я открыла, увидела там, сверху лежало письмо 1911 года. Я его завернула обратно и больше не прикасалась, потому что время наше таково, вот эти, так сказать, годы советской власти, что поколение молчащее, люди про себя не рассказывали, очень плохо рассказывали. Я про деда, собственно говоря, узнал из этих дневников, потому что отец про деда практически не упоминал о нем. Меня просто поражает, что вы не стали их читать сразу. Как так? Мне было это очень тяжело и неприятно, потому что я ждала, что там посыпятся какие-нибудь скелеты из этого шкафа. Поэтому я это как бы откладывал, а потом я поняла, что сто лет прошло, что надо взять и прочитать это. Каких вы боялись скелетов? Ну, самый очевидный скелет, о котором и написано, что мой отец, после того, как последний раз арестовали деда, побежал писать заявление сначала в Портком, потом в МГБ, что если его отец окажется врагом народа, его только-только арестовали, еще процесса не было никакого. Это было время ЯАК, еврейский антифашистский комитет. Это вот убийство Михоэлса, там 17 человек расстреляли по этому делу. А дед мой был человеком очень образованным, и он для этого еврейского антифашистского комитета он делал такие сводки, четыре раза он их сделал, такие толстые отчеты по ситуации политической и всяческой на Ближнем Востоке. И вот за это он, собственно говоря, получил свое 10 лет. И в тот день, когда его посадили, когда его арестовали, мой отец написал сначала заявление в Портком, что если мой отец окажется врагом народа, то я от него отказываюсь. Отцу 32 года, он только что защитил кандидатскую диссертацию, ему только что дали лабораторию, у него вот такая карьера. И для него, конечно, быть в этот момент сыном репрессированного врага народа было очень некомфортно. И вот это, конечно, для меня было ужасным. Вы пошли же в архив КГБ, правильно? Ну, конечно, да. А заявление я имею в виду, да? В архиве лежало, в деле моего деда лежало. А что вы почувствовали, когда первый? Сегодня вы как бы вот находите оправдание. Нет, ну я заплакал, конечно. Я сидел, плакал. Ничего нельзя было там не сфотографировать, не... Я видел, как дед себя вел на допросах, как он всячески избегал того, чтобы кого-то зацепить, за собой увлечь. Там его спрашивают... Записная книжка лежит у них, его. Они спрашивают там, Иван Иванович там, Петров, кто он? Он говорит, ну это, вы знаете, такой он сосед, но мы с собаками вместе гуляем, так я не очень хорошо его знаю. Вот. А этот там... Ну, я бы, два раза встречались, как-то у нас не сложились отношения. И он последовательно и очень точно так сказать, ограждал близких к нему людей, чтобы на них не пала тень дружбы там с ним, общения с ним. Нет, вообще, вот все, что там я прочитала, там же допросы, протоколы допросов. И, конечно, дед классный. Дед был замечательный. Понимаете, у меня с отцом, я очень любила мать, с отцом у меня были не самые лучшие отношения, но в конце жизни, когда он был уже одинок, болен, я его забрала к себе. Он умирал у меня дома, и мне его было очень жалко. Вот любви такой большой у меня с ним не случилось. Конечно, у меня чувство вины всю жизнь было, что я его мало люблю. Но как-то он меня вроде больше любит, чем я его. Это как-то неловко. Вот. А потом я поняла, что-то мне мешало. Может быть, это самое мешало. Потому что есть такие чувства, которые мы не можем контролировать. Мы не всегда знаем причину эмпатии, приязни, симпатии, отвращения. Заканчивая тема с этой книгой, я когда ее читала, там такая история любви бабушки и дедушки в начале, а в конце у меня было такое разочарование, что бабушка предала деда. Ну, конечно. Ну, конечно. Так же к ней? Ну, я же не знала. Я же не знала, что она с ним развелась заочным судом. Причем это был, значит, 36-й или 37-й год, когда впервые разрешили разводы без суда. То есть тебе не нужно встречаться на суде, а ты просто заочный развод. Ты пишешь заявление, хочу развестись там с моим мужем, который сидит. он об этом может не знать. Ему даже об этом могут не сообщить. Ну, конечно, у меня к бабушке могло бы быть много вопросов, но когда я думаю о том, как тяжело сложилась ее жизнь, с одной стороны она была актриса и такая женщина Серебряного века, такая бабочка-птичка, а с другой стороны она называлась беспартийной большевичкой, и это крайне сложно совмещалось. И он в одном из последних писем он пишет, Маруся, «Ну, я же знаю, кто виноват во всем. Во всем я винил только одного человека, ты знаешь, кто это». Он, конечно, имел в виду Сталина. Да. И вот этот эпизод, день, когда объявляют заключенным о смерти Сталина, это праздник для всего лагеря, потому что узурпатор, их тиран умер, а дед стоит и плачет. И они на него смотрят с удивлением, типа, что он плачет-то? А он плачет, потому что в это время играют музыку, которую он не слышал уже много лет. Ну, что там обычно играет Бетховен или что-то такое, траурная какую-то мелодия, а он, который музыкант, для которого это очень важная составляющая жизни, стоит и плачет. Ну, в общем, жалко, жалко. Всех жалко. И хочется все это понять, потому что, ну, грабли-то одни и те же, на самом деле. Мы все время, те же самые проблемы перед нами стоят. Вот это, проблема страха. Почему она так? Почему отец так поступил? Потому что страх. Потому что страх, в котором наше поколение жило. Вот, и я там с удовольствием смотрю на молодых. Ребята думают, что-то они уже не заражены этим страхом. Они гораздо более свободные. Но! Так, щелчок, немножко изменится ситуация. Посмотрим, как вы себя поведете. Понимаешь, это большое испытание, и к этому надо, в общем, быть готовым. Вы стали писателем достаточно уже в зрелом возрасте, да? И вот, на мой взгляд, да, вот генетика, вот она как бы там, а вот писательская деятельность одна там. Как? Как? Вы знаете, абсолютное заблуждение. Моя область была генетикой популяции, ну, в общем, это все имело отношение к человеку. То есть, ну, когда я с генетикой расстался, объект мой не изменился. По-прежнему, это человек. Ну, а в смысле, если практически брать, вы же взяли и сели, и как-то начали это писать? Ну, я пошла работать в театр, и это полностью изменило мою жизнь. И первое, что я вообще делал, это были, наверное, десяток пьес, и детские пьесы, и сценировки. В конце 80-х годов я уже стала, как-то потихонечку уже стала, преодолев робость, писать рассказы. И моя первая книжка вышла, когда мне было 50 лет. То есть, очень поздно. Людмила Геннадь, если вернуться к вашей подруге Наталье Горбаневской и вспомнить их семерку, которая вышла тогда на Красную площадь, и сегодняшнюю молодежь, ну, я не знаю, смотрели ли вы фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия». Мы говорим фарш! Мы говорим фарш! Россия будет свободна! Вы знаете, я его начала смотреть и отвлеклась, и я его обязательно смотрю. Да, обязательно, конечно. Но все равно вот эти школьники, которые сегодня выходят на площади, есть в этих людях 68-го года? Конечно. Вот 2018-го одинаково. Конечно. Вы знаете, что это? Это честность. Я хочу знать, как на самом деле. Я хочу... Это предъявление вопросов. Вопросов не обязательно к вышестоящему начальству, к жизни. К самой жизни. Мне это кажется неправильным, мне это кажется несправедливым. Ответьте мне на вопрос. Мне это не нравится. Это абсолютно нормально. Я не хочу жить по закону, который мне не нравится. и это молодежь, которая создает законы, которые они считают более правильными. Не законы даже, правила. Правила жизни. Правила жизни. Вот это вот... То, из чего потом может родиться закон, может не родиться. Но этого мы не делаем никогда. Вот донос на своего друга в какую-нибудь организацию, которая этим занимается, я не буду этого делать никогда. Да я могу сказать им вот лично. Я могу набить морду. Я могу поссориться. Но вот этого привлечения, а вот этого никогда. Понимаете? Ну до этого же надо дойти. Когда мы жили в стране, когда 6 миллионов каждый год с них каждый день донос списалось на соседей, на родственников, на родителей. На родителей. Да. Да. Понимаете? Вот об этом идет речь. Мне кажется, что мир делается лучше. Мне кажется, что мир делается лучше. Есть ли они так похожи? Смотря интервью с Натальей, где она говорит, что я вышла, потому что не могла не выйти, потому что я не хотела, чтобы обо всей России думали вот так, как вот наша власть диктует, то, что мы другие. Но смотря на те события, которые произошли потом, на сегодняшние события, а был ли в этом смысл вообще? Вот так бороться, рисковать жизнью, ребенком? Да. Их было семь человек тогда, которые вышли и сказали, не надо вводить войска в Чехословакию. Дайте чехам жить так, как они считают для себя правильным. Но когда ввели войска в Украину, сколько народу вышло? Это было не семь человек. Не семь. Их было не семь человек. И в 12-м году это было не семь человек. И в 14-м году было не семь человек. И белые ленточки это не агрессивное движение, это не террористы. Это люди, которые говорят, мы хотим жить честно, мы не хотим смотреть со стыдом на людей, с которыми мы вместе учились, как я, допустим. Не хочу стыдиться перед моими украинскими там, не знаю, друзьями. Ну, смотрите, вот тогда они вышли, сегодня уходят. А никакого результата? А вот мы не знаем этого. А вот этого мы не знаем. Потому что человеческая жизнь, как нам говорят в Библии, 70 лет. У нас очень маленькие сроки жизни. И процесс в сущности можно оценивать только на расстоянии. Поэтому мы с вами можем сравнить скорее, допустим, на то, что было сто лет тому назад, что мы знаем из литературы, что мы знаем из истории, что мы знаем из культурной антропологии. Ну, декабристы. Была, конечно, большая историческая неудача. У них не получилось. Мы 300 лет и больше даже живем в империи. В империи, собственно говоря, и любое государство это такая система, при которой государственные интересы считаются более высокими, чем интересы частного человека. Это то, с чем я никак не могу смириться. Потому что цена жизни в этой ситуации одного человека, она делается пылью. Пылью и ничем. Понимаете? Поэтому я считаю, что если, не знаю, посадили Юрия Дмитриева и все взвыли, и кажется, удалось его отстоять. Кажется. И сегодня процесс идет с Кириллом Серебренниковым, который под домашним арестом, и мир-то трясется. Мир трясется. Вы видите какую-то вот взаимосвязь? История циклична, мы с вами говорим. И я каждый раз удивляюсь, почему вдруг вот всегда большому количеству людей свобода не нужна. То есть мы боремся, боремся, боремся за собой, добились, и опять не нужна. Ну, вообще говоря, довольно понятно, потому что свобода – это очень ответственно. Очень удобно без нее жить. Да, но надо отвечать за себя. А это не… Это… Знаете, я прекрасно помню эпизод, лично мой. Это день смерти Сталина. Мне 10 лет. Я 43-го года рождения. Целый зал собран школьников, учителя, директор. Стоит гипсовый бюст, заваленный цветами. И все рыдают. И все рыдают. Искренне? Абсолютно. Вот распухшие морды. А я стою, и мне ужасно плохо, потому что мне плакать не хочется. И это так грустно и тяжело. Я думаю, ну, какой же я урод. Почему все плачут, а мне не хочется? И потом оказалось, что да, такие ситуации в моей жизни повторяются. Когда все смеются, а мне не смешно. Все плачут, а мне не… Да. И, может быть, это причина, почему я так люблю своих друзей. Потому что потом появляются первые люди, которые тебе показывают, что ты не урод. Что просто есть массовая реакция, которая всегда удобнее. Всегда удобнее и комфортнее выйти на Первомайскую демонстрацию вместе со всеми в общем потоке. И думать не надо. Конечно, конечно. Я вспомнила про эту историю, про смерть Сталина. Мой учитель истории. Он мне рассказал то же самое, что все стоят плачут, а у него нет слез. И он говорит, и я слюнями себе их начал рисовать, чтобы быть как все. Как все. Как все. Ну, вот это, так сказать, ну, что делать. Но, понимаете, жизнь требует от нас осознанности. Вот персонально от каждого. Это не вообще. Вот каждый человек должен подумать, что я, чего я хочу, чего я не хочу. Это полезно. Это полезно даже для практических задач жизненных. Понимаете? Там выбор профессии, например. А как заставить человека об этом задуматься, если он об этом задумываться не хочет? Ну, вы знаете, я не знаю, как заставить. Заставить нельзя. Но, понимаете, мы все, на самом деле, живем в социуме. И вокруг каждого человека есть некая аура. И вот каждый человек что-то такое надышивает вокруг себя, какое-то пространство. У нас всегда были хорошие учителя. То есть, их было немного, но они были. Вот об этом, собственно говоря, «Зеленый шатер» роман. О том, что может сделать один человек, который только всего лишь любит литературу. Как вокруг него люди раскрываются и начинают думать. Вот. Ну, огромное количество людей проживает свою жизнь от рождения до смерти, ни разу не задумавшись ни о чем, кроме, что я сейчас куплю, приготовлю на ужин дачную. Вот это вот. Я ничего против них не имею. Но, в принципе, мне кажется, что каждый человек такой крючочек в жизни хоть раз да имеет. Вот. Даю каждому человеку такую точку, где он может подумать. Вот. Ну, я не представляю себя человека, который вот так вот прожил и ни разу у него не возникло ощущение некоторого дискомфорта. Что-то не так. Или проблема выбора. Ну, да. Ну, что-то уже совсем животное. То есть он только живет в кругу инстинктов. Все-таки, я так понимаю, что это уже какой-то российский ген. Я не знаю, у нас уже в генах это вот постоянно прогибаться под государство и как бы идти у него на поводу. Есть такое? Как думаете? Бывает ли такой ген, что мы привыкли жить без свободы и без того, что... Нет, это не ген. Это не ген. Это, конечно, генетики считают, что 50% ну, приблизительно. 50% зависит от генетики, 50% зависит от среды и от воспитания. Привет, товарищ Лысенко. Но воспитание имеет большое значение. А вот наркомания, алкоголизм это ген российский? Статистически. Или воспитание? Статистически. Здесь среда, конечно, имеет большое значение, но есть люди. я, например, скажем, у меня марихуана не действует вообще. А пробовали? Ну, пробовала, конечно, пробовала. Как я могу не попробовать? Пробовала. Я сидела, в конце концов. А вы не пробовали? Я не... Нет. Я не пробовала. А я пробовала. А что это были за обстоятельства? А? Ничего. Я курящий человек. Я очень курил. Для меня, скажем, просто хорошая сигаретка гораздо более меня занимает. Поэтому, видимо, нечувствительно. Кто-то чувствителен. Поэтому есть люди, которые с первого... Есть такие наркотики, которые сажают молниеносно. Сейчас есть новые постгероиновые такие, которые с одного раза человека затягивают, невозможно слезть. Социальная проблема. Это в любом случае это проблема социальная. Это проблема лечения. Это проблема пропаганды, антипропаганды, так сказать. Это проблема воспитания в очень большой степени. Людмила Евгеньевна, проблема Юрика в лестнице Якова. Это ваша семейная история? Это ваш сын? Да. Младший? Это моя семейная проблема. Ну, она все прекрасно. Это воспитание или сын попал в такую атмосферу в Америке? Или как это случилось? Какое вы этому ищете оправдание? Может быть, это отчасти моя вина. Есть еще вопрос мотивационный. Когда человек мотивирован в жизни работой, любовью, каким-то увлечением, хобби, спортом, то у него гораздо меньше шансов туда попасть в эту зону. Я знаю очень много сейчас. Я общался в этой среде, я ее немножко знаю. И сейчас я знаю много довольно удачных выходов из этого пространства. Я знаю несколько, к сожалению, случаев, когда помочь уже ничем нельзя. Вот. А почему вы говорите, что это в какой-то мере ваша вина? В чем вы виноваты? Ну, вы знаете, дело в том, что мой младший сын уехал в Америку к отцу, там жил в это время его отец. Ну, в общем, он оказался музыкант, он оказался в этой зоне, где, в общем, все это и происходит. Вот. Ну, слава тебе, Господи, выскочили, он замечательный и музыкант, и прекрасно работает, и все это оказывается жизненным опытом, преодоленным, и, может быть, какой-то даже сделал его более внимательным к окружающим людям, и он очень хороший. А как он отреагировал на вот то, что вы описали это в книге? Ну, по-видимому, он все-таки понимает, что это я пишу для того, чтобы какой-то в этом смысл был для окружающих людей. То есть, ну, у вас не было разговора на эту тему, зачем ты это? Почему же не было? Был? Ну и что он сказал? Я спросил, можно ли. А, то есть вы изначально спросили разрешение? Да, конечно, конечно. А он долго думал или сразу сказал? Нет, он понимает, почему. Мы с ним очень близкие люди, и он понимает, почему мне было важно это тоже поднять. то есть вы хотите сказать, что бывшие наркоманы бывают, потому что есть такое, что бывших наркоманов не бывает, и рано или поздно все возвращается. Ну, как вам сказать, мой муж бывший алкоголик, мой сын бывший наркоман. Двое есть. Мы выжили. А это все было на ваших плечах? И муж, и сын? Я-то себя не готовила к таким испытаниям. Но так получилось. Так получилось я, поэтому я понимаю, когда я это вижу, я понимаю, что происходит, и я знаю, что требуется много мужества и любви для того, чтобы с этим сражаться, и совсем нет, никогда не бывает гарантии победы, здесь. Но все равно делать нечего, это жизнь. У меня сейчас у моей приятельницы дочка уехала в Питер, там загибается от наркотиков и у них теряется все время. А что нужно подарить человеку эту, показать эту цель, про которую вы говорите, что нету мотивации? Нужно ее как-то попробовать дать? Я думаю, что это раньше надо делать. вот не тогда, когда уже это происходит. никогда не потерял. Какая-то осмысленность жизни, она должна быть раньше у человека, прежде того, прежде этих проб. мы затронули тему, как сделать так, чтобы человек задумался о том, что вообще происходит в этом мире, кто он есть в этом мире и так далее. У вас есть книги для детей? Другой, другие о других. Да, да, да. В этих книгах вы рассказываете о том, как живут люди других национальностей, в каких условиях это происходит, то есть, как они выглядят и так далее. Вы хотите показать детям, что мир может быть другим, что это нормально, что вы можете воспринимать даже ту культуру, которая вам непонятна? Ну, вы знаете, дело в том, что мы, как каждому человеку это свойственно, мы рождаемся в определенных условиях, мы едим пищу определенную, у нас семейные устои какие-то, правила жизни, привычки. И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с человеком из другой культуры, как минимум, он вызывает удивление, как минимум. А как максимум, отвращение, неприязнь, ненависть и все. И вот эти книжки, они на самом деле были для того задуманы, это книжки по культурной антропологии. Для того, чтобы рассказать, что есть, там, я не знаю, вот одна книжка посвящена одежде. Вот как в разных странах люди одеваются и зачем, там, я прекрасно помню времена, когда мальчики, там, я не знаю, ходили в узких брюках, назывались стилягами, это конец 50-х годов, назывались стилягами, их могли избить на улице за узкие брюки. Понимаете? А сравнительно недавно, вот начинается с чего книжка вот про одежду, что едет человек, одетый в юбку. Ну, вот это та самая мужская одежда, которая не всюду брюки, иногда она юбка. И, значит, сидят они в самолете, один друг, он говорит, ну и как вот ты едешь? Он говорит, ну, вот я здесь жил там полгода, в Малайзии, допустим, вот надел сарон. Он говорит, ну ты же понимаешь, что тебе ноги переломают в Москве, когда ты долетишь. Он говорит, кто? Он говорит, я и переломаю. Понимаете, вот эта вот нетерпимость к другому, когда не... Это просто, это вопрос знания, на самом деле. Об этом просто надо знать. Вот, что человек имеет право по-другому думать, одеваться. Там есть книжка о воспитании. Сейчас там, допустим, ударить ребенка, это абсолютно невозможно. И, скажем, в современных семьях, я просто по своей семье, я там, приходит мой сын с трехлетней дочкой. Она там шалит, шалит, шалит. Я ей говорю, Марьяша, я сейчас тебя нашлепаю. И сын мне тихо говорит, мама, она не знает, что это такое. Я понимаю, что это одно поколение прошло. Мой сын растит свою дочку, ни разу ее не шлепнув. А я очень даже раздавала им поджопники. Извиняюсь. Вот. Понимаете? Значит, и это тоже культурная антропология. Мы все меняемся вместе с временем. И то, что когда-то было невыносимо и невозможно, сегодня оказывается вполне, так сказать, приемлемым. Подумайте, стриженная нагло женщина. Ну, это просто вся улица повернется. Как и женщина с зелеными волосами, в принципе, да. Ну, чего я ищу? Чего я ищу? Да. Дальних примеров, да. Понимаете? Это то, что останавливало, ты сам, это, транспорт. Машина останавливает. Да, бывает. Вот, понимаете? вот это вот спокойное отношение к тому, что человек имеет право, если он не причиняет другому вреда, это первое правило этики. Да. До всех религий. Не надо делать того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Я считала, что это правильный был проект, но, к сожалению, он у нас закрылся, и вторая из книжек была посвящена семье, и там было 17 строчек о том, что кроме семей таких-таких-таких, есть еще и гомосексуальные браки между партнерами, где партнеры две женщины, две мужчины. Это бывает и в природе, и в животном мире это бывает у людей иногда. А почему я это написала? Дело в том, что сегодня такие семьи уже есть, и они среди нас. И у этих людей часто бывают дети, обычно это женские браки. И вот этих детей в школе такой им устраивает жизнь, что им от этого очень плохо. Это не пропаганда. Меня никто меня не уговорит, у меня определенная ориентация, как я ее почувствовала весьма рано, и как-то мне никогда не хотелось ее поменять. И очень трудно поменять ориентацию уговором, потому что она в твоей природе. В общем, был большой скандал. Был большой скандал по этому поводу. Эту книжку обвинили в том, что я пропаганда гомосексуализма, педофилия и инцеста даже. Все. Проект закрылся. Вы об этом вели переписку с Михаилом Ходорковским. Я хочу с вами об этом поговорить по поводу тюремного способа управления страной. Ну, это Михаил Борисович так выразился. Как вы к этому относитесь и приближаемся ли мы опять к этому? Михаил Борисович вызывает у меня большое уважение. При том, что я должна вам сказать, что я с ним первый раз увидел столько, когда он уже вышел. У меня не было 10 лет в тюрьме. Я в тюрьме не сидел никогда, слава тебе Господи. Но это испытание ужасное. Оно так наизлом. Он вышел из него очень достойно. Понимаете, когда человек сидит в тюрьме, он ту же самую страну видит совершенно по другим углам зрения. И, конечно, очень многие вещи он понял, именно сидя там. Ни в одной другой мировой литературе столько не написано о тюрьме. Ребята, почему? Почему? Потому что это тема ограничения свободы. Потому что тюрьма все время от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Это наша пословица. То есть не обязательно совершать преступление. А так судьба может повернуть. И мы знаем, как это было. А вы как все-таки считаете? Вы за Солженицына, который говорил, что это как бы хороший опыт тюремный? То есть он дает тебе что-то? Или за Шаламов? Нет, вы знаете, конечно, Шаламов. За Шаламов. Конечно, Шаламов. Что это ужасный опыт, который не нужен. Понимаете, Древнер, потому что Солженицын сидел в шарашке. А Шаламов сидел на колыме. Это совершенно разного образа. Шаламов, как вы знаете, говорил, что тюремный опыт – это опыт, который в нормальной человеческой жизни не может пригодиться. Поэтому я гораздо, конечно, склонна скорее принять точку зрения Шаламова, чем Солженицына. Но надо сказать, что и тот, и другой очень много сделали для исцеления этой нашей глубочайшей болезни. И, к сожалению, эта болезнь, мы все ее больны. Она стала хронической, может быть, изострой. Она превратилась в хроническое заболевание. Но она существует, эта болезнь. А как вам кажется, ваш дедушка, как бы считал? Вы знаете, я думаю, что он бы очень был счастлив. Потому что, знаете, есть такое умение жить в предлагаемых условиях. Вот мы на самом деле живем очень хорошо. У нас нет проблемы поесть, попить. Ну и множество вещей. Мы одеты, мы обуты. Я помню пальто моей мамы, которое она носила 20 лет. Потом строила новое. Поэтому мы живем по сравнению с предыдущим поколением очень хорошо. И я думаю, что мы будем жить лучше еще через 50 лет. Но просто вот эта зона, она, конечно, остается нарывом. И если мы, сытые, обутые, одетые, не будем об этом думать, то эта язва останется, просто будет как родимое пятно, как это называется. Поэтому это все на самом деле ваши проблемы, ребята. Мне 75 лет. Это ваши проблемы. Как у вас все красиво всегда. Хочу вам сделать комплимент. Я всегда на вас смотрю. Как говорит мой внук, у бабушки, бабушка любит маленькие машины, старые вещи, гнилые яблоки. Вот этому панджаку ему лет 12. Да ладно? Потому что я была в Японии, а там я хотела купить кимоно. Но оказалось, что кимоно они в Токио не производят. Все, это закончилось. И вдруг подходят тетки к прилавку и несут эти клетчатые сумки, с которыми наши ездят. Да, да, да. И начинают вынимать кимоно. Оказалось, что это проект. Какие-то женщины, у которых дети инвалиды, им подарили старые вещи, какие-то богатые люди. И все эти старые вещи ровно те, которые мне нравятся. То есть это послевоенное. И это костюм самурая. К нему полагалась такая юбка, которая долго у меня висела. Потом год-два назад я из нее сделала платье. Это у меня главный наряд. Такой зимний называется. Поэтому вот лет 15. Я хочу вас еще спросить об одной, как бы не самой приятной стороне жизни вашей. Но вы это описали. Об онкологии. И задать совершенно дурацкий вопрос по Солженицыну и Шаламову. Это нужный опыт или совершенно ненужный? Вы знаете, во-первых, у каждого человека, каждый человек проходит эту дорожку по-разному. У меня это был чрезвычайно важный, полезный, прекрасный опыт. Ну, во-первых, я живая, я с вами с вами разговариваю, ровно в четверг поеду на очередную проверку в Израиль, где меня оперировали и лечили. Для меня это был потрясающий опыт. Для меня был потрясающий опыт, потому что, во-первых, оказалось, что у меня потрясающие друзья. Я, правда, знал это и раньше, но все просто встали, готовы были, там, я не знаю, от денег до времени до чего угодно все просто изумительно. Это была потрясающая радость видеть этих мобилизованных на мою беду людей. Здесь есть еще один чрезвычайно важный момент, чисто медицинский. Дело в том, что когда я первый раз открыла рот и сказала, мне врач, медсестра что-то делала и говорит, не больно? Я говорю, ничего, ничего, я потерплю. Она на меня посмотрела, вылупив в глаза, сказала, а зачем терпеть? И меня просто прошибло вот в этой точке. Понимаете, потому что это медицина была, которая устроена была так, что человеку не надо, не должно быть больно. Мы для этого здесь с вами сидим и работаем, чтобы вам не было больно. И вот это абсолютное откровение. Мы, когда заболеваем, мы готовы к тому, что, ну, конечно, я лежала пластом, когда была химия, действительно, уже не читать, ничего, только музыку могла слушать. Ты отрубаешься полностью. А потом начинаешь оживать. А потом начинаешь оживать, и вот эта самая радость жизни и восторг, я лично своему раку очень обязана, потому что он поменял угол зрения, я стала гораздо больше ценить радости. Я, вот это на копеечку радость, она меня, я говорю себе, о, смотри, вот оно. Потому что я понимала, что мне указан какой-то короткий срок жизни, и я не хочу вот этот короткий срок провести в отчаянии, занудстве, и вдруг я, как это, краски стали ярче. Понимаете, вот все это, ну, в общем, это было просто счастье. Я ходила по этой горе, туда-сюда, по, не знаю, эти процедуры, на всякие, и каждый раз я ужасно радовалась миру, что он еще есть, потому что я понимала, что было неясно, как это будет развиваться, может, завтра, может, послезавтра, может, через год. Сейчас уже 8 лет прошло. Рак груди же, правильно? Да. Чисто по-женски. Каково это осознать, что самый женственный орган? Ну, одной груди у меня нет. А одна есть? А вторая есть. Ну, да. Слушайте, ну, это не сложно. Нет-нет, ничего, ничего, управляемся с этим. Ничего. Во-первых, существует в этой самой медицине, существует пластика. Сейчас они прекрасно делают пластическую операцию, сделают новую грудь, поставят новый сосок, все умеют делать. Вот, просто мне к этому времени уже было там 60 с чем-то лет, и сосок уже точно мне не был нужен для его прямой необходимости. Детей я уже рожать, кормить не собиралась, вот, поэтому я решил, что я не буду делать пластику. Там же есть специально еще белье корректирующее. Ну, все есть, да. Ну, в общем, я желаю вам это не знать. Спасибо. Признавайтесь, «Лестница Якова» последняя книга Людмилы Улицкой. Ну, вы знаете, я всякий раз, после того, как я кончаю большой роман, я говорю себе все. Дальше конец. Но я действительно не собираюсь писать роман, хотя я знаю, о чем бы я могла его написать. Но с ужасом думаю о том, что ну как, ну еще пять лет. Вот мне 75. Ну, сколько? Вот поэтому я сейчас занята другим делом. У меня огромное количество дневников. Вы сказали про Фейсбук. Вот Фейсбук, я туда не отправляю ничего. Но в какой-то момент, года два тому назад, я начала, открыла. Это с 76-го года практически непрерывно. Ну, там большие, естественно, провалы, не каждый день пишешь. Но оказалось безумно интересно. Вот я сейчас сижу с этими дневниками и играю, что называется. Я не знаю, получится эта книжка когда-нибудь или нет. Это будет из жанра посмертной книги, скорее всего. Но то, что интересно, и то, что это безумно поучительно, и то, что это я считаю, что просто каждый человек обязан записывать, что с ним происходит, потому что именно читая свои дневнички эти, я поняла, как много я забываю. что мы забываем не половину жизни, больше. И по этой причине я смотрю, сколько раз я делаю ошибки на одном и том же месте. Совершенно типологически. Ну, пример. Грабли. Не, примеров не буду приводить. А чего? Грабли, как говорится, знаете, наступил на грабли. Вот не дважды. Вот ты всю свою жизнь на одни и те же грабли наступаешь. Ну, это связано с отношениями там человеческими главным образом. Первые годы вот эти дневниковых записей, они, конечно, очень сильно связаны с каким-то главным романом в моей жизни. Но поскольку главный роман в моей жизни постепенно стал моим мужем, то как-то для меня человеком безумно важно в моей жизни, и я очень ему благодарен. он такой отчасти учитель на самом деле. Он старше меня на 10 лет, и он талантливый очень, и умный, в общем, масса всяких добродетелей. Но добродетелей, которых тоже не было в нем 40 лет там и назад, и поэтому мы, конечно, оба менялись, и друг другу довольно сильно помогали, потому что оба не дураки, и оба понимали, что для того, чтобы быть вместе, надо себя менять. Вот какие-то в себе реакции глушить, и поэтому у нас что называется хороший брак. Ну, то есть про мужа очень много. Очень много. Он и сейчас меня очень занимает, он прекрасный художник. Вот только что вот сегодня заканчивается его выставка, он поехал ее разбирать, и я так счастлив всегда бываю. Он классный. А что нового про себя узнали, Людмила Евгеньевна? Ну, нового я, конечно, ничего хорошего про себя не узнала. Вот первое, конечно, первое определенно новое, ну, по крайней мере, раньше я об этом не знала, я поняла, какую огромную часть жизни мы проживаем впустую. Она как бы не царапнула, не задела, и раз она тебя не задела, и ты проскочил мимо какой-то важной мысли, это значит, что тебя судьба еще раз к ней возвращает, ты еще раз на этом месте стоишь, и как будто есть великие учителя, которые специально тебя заставляют что-то продумать. У меня какое-то такое ощущение, даже какого-то мистическое такое чувство, что как, если ты не выучил урок, то тебе дается возможность выучить его еще раз, получить задание, еще раз это сделать. Продолжение следует...